Вода Вода представляет собой соединение двух газов – водорода и кислорода, которые являются первым и третьим по количеству химическими элементами в космосе. Никакие другие газы, соединяясь, не образуют жидкость. Где есть вода, есть жизнь. С этим утверждением трудно поспорить, ведь все живое в той или иной степени состоит из воды. Но под одним словом «вода» скрывается много всего интересного. Состав воды и ее показатели являются важнейшим фактором для определения в ней жизни. Для каждого подводного обитателя нужны свои определенные показатели воды. Так, например, неоны не смогут выжить в морской воде, а для морских обитателей пресная вода несет смерть. Одним из важнейших показателей является общая жесткость воды и обозначается как ГАЖ. Но что это такое общая жесткость? Все очень просто. Это количество растворенных солей кальция и магния, которые влияют на многие процессы жизнедеятельности рыб и растений. Например, соли кальция и магния активно используются при построении скелета и всего организма рыбы, и других обитателей аквариума. Естественно, для каждого вида аквариумных рыб показатели жесткости воды могут отличаться. Если пренебрегать данными показателями, то от долгой и счастливой жизни аквариумных жителей можно и не мечтать. Перекосы общей жесткости приводят не только к болезням и плохому самочувствию, но и к нарушению функции размножения. Общую жесткость невозможно определить на глаз. Грязная или мутная вода не является сигналом того, что ГАЖ изменился. Для того, чтобы определить жесткость воды, необходимо использовать тесты. Давайте посмотрим, как это работает. Последнее время я пользуюсь тестами от компании Акваер. Но не только эта компания производит данный тест. Думаю, у каждого аквариумиста есть свой любимый бренд. И это не принципиально. В данной коробочке находится шприц, мерная стеклянная пробирка и реагент. Первое, что необходимо сделать, это взять шприц и набрать прям из аквариума или другого сосуда, в котором необходимо протестировать воду, 5 мл воды. Теперь выливаем в пробирку. Дальше аккуратно переворачиваем реагент и капаем его в пробирку с водой. Каждый раз, как капля реагента попадает в воду, необходимо взбалтывать пробирку круговыми движениями. Не забывайте считать капли. Как видите, вода в пробирке приобрела красный цвет. Капаем до тех пор, пока она не станет зеленой. Капаем до тех пор, пока она не станет зеленой. Капаем до тех пор, пока она не станет зеленой. Вода стала зеленого цвета. В итоге у меня получилось 12 капель. Жесткость воды определяется в градусах. Одна капля равна одному градусу, следовательно у меня 12 градусов. Для пресноводных рыб, допустимая величина ГАШ имеет достаточно широкий диапазон от 4 до 20. А вот для большинства растений, в частности, для наилучшего роста пресноводных растений, рекомендуемая ГАШ от 3 до 8. Как правило, аквариумисты-любители, те самые, которые содержат аквариум дома, измеряют общую жесткость редко. Ну, скажем, раз в год, чтобы убедиться, что вода для подмен из-под крана или из скважины подходящая. Как говорил ранее, диапазон допустимой нормы достаточно широк и, как правило, он постоянный. Большинство рыб легко адаптируется к любым разумным, напоминаю, от 4 до 20 градусов значением общей жесткости, если не брать во внимание живые аквариумные растения. Реальную опасность для пресноводных рыб представляет только экстремальные значения. Вода со значением ГАШ близкой к нулю или превышающая 35 градусов. Но, как бы там ни было, данный показатель играет важную роль при разведении многих аквариумных рыб, невзирая на то, что рыбки спокойно живут в данном диапазоне. В общей жесткости выделяют карбонатную, или, как говорят, временную, то есть растворимую, и некарбонатную, ту, которая является постоянной или нерастворимой жесткостью. По сути своей, общая жесткость – это совокупность растворимой и нерастворимой жесткости. Временную жесткость обозначают как ГАШ. Она характеризуется присутствием в воде гидрокарбонатных и бикарбонатных анионов. Этот показатель называют еще щелочностью воды. Отличительной особенностью карбонатной жесткости является то, что карбонаты выпадают в осадок. В обычной жизни мы видим его в виде накипи в чайнике. Ее называют временной, потому что ее можно понизить путем кипячения или увеличения PH более 8,3. Уровень КАШ обычно ниже, чем общая жесткость. Но если понижать КАШ, то уменьшится и ГАШ. Поэтому КАШ считается еще более важным, чем общая жесткость. И если ГАШ достаточно проверять раз в год, то за КАШ необходимо следить регулярно. Но об этом мы поговорим в других видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok